Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok 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 хочет что-то забрать, он себя сдерживает, потому что понимает, что Аллах с него за это спросит. И никакие акаида такфиристов тебе не поможут, что ты с Исше Христу за такфирил, их имущество халяль сделал. Это не ты делаешь, не ты решаешь, кто кафир, кто не кафир. Это есть ученые, есть хады, есть те, кто это решение принимает. Некоторые люди, следуя своим страстям, кого-то делают такфир, мусульман даже, и хотят их имущество украсть. К сожалению, это такое есть, и в уваге это постыдно, и это позорная ситуация у мусульман. Минунна бин-Нафхи в Иссур, мы, мусульмане, аглусы на жама, верим, что будут дуновения в рог в сотний день. В Анна Исрафиле, алейхиссалам, мультак и мулькарни, мультадрил амри бин-Нафхи, Исрафиле, алейхиссалам, ангел Исрафил ждет, то есть у него рог ждет, пока ему прикажут, чтобы он вдул в него, что это означает начало судного дня. Достоверно, что это два раза он дунит в этот рог, и есть менее, что три раза он дунит в рог. Первый раз, когда ангел Исрафил дунит в рог, это будет нафхатуль фаза, когда он такое дуновение сделает, что люди испугаются, то есть они будут запуганы. Вы знаете, наверное, последний день Помпея, это Помпея, Римская империя, Болгород, где люди, правители и так далее туда шли, чтобы заниматься развратом. Это было, где очень много проституток, и гомосексуализм был развит, и так далее. То есть это было грязное место, где, как сейчас в наше время Таиланды собираются, все грешники из всего мира, как Аллах их потом большой цунами смыл, весь этот берег, всех этих нечестивцев. Также во время Римской империи, в те времена, за 2000-3000 лет назад, были уничтожены, уничтожен город Помпея. Там было извержение улкана, и они все ушли под лаву. Теперь люди не понимают, если извержение улкана есть, и лава тоже их накрывает. Лава их накрыла там, как они, животные, как совокуплялись, прямо люди совокупляются. Вот в таком же виде они под лаву ушли. Как они могли, видя это все, не убежать, не поменять свое положение, как они так же сохранились. В этом и скрывается здесь момент, что Всевышний Аллах иногда посылает наказание в виде ветра, в виде наводнения, в виде землетрясения. Он может, также ангел, отправить такой ров, который от страха люди замирает, и все замирают в том положении, чем он занимался. Потом сверху лавой накрывает. Вот что произошло там. И Кафери, ученые не могли это объяснять, как они могли, идет лава, и ты стоишь, конечно, все будут убегать. Их накроет, как они убегали. Их накрыло, чем они каждый занимался, вот в таком положении. Вот этот ров, который, она на самом деле людей от страха, у них они замрут просто на месте, не зная, что делать. И как мы понимаем, что это был такой же страх, и после этого их лава накрыло. Это участь грешников, вот как Аллах сказал, идите по земле, странствуйте по земле, и смотрите, что постигло тех людей, которые были до вас, то есть этих грешников, этих же мушников, и тех, кто не уверовали, те, которые изгоняли своих пророков, там есть назидание для нас. И этот Помпей город, они сейчас ученые раскопали, даже дома прямо, где проституция была, уже даже макеты там сохранили, все сохранилось, многое сохранилось. И там страшное положение, то есть это очень, очень грязный город был, и римский народ, как мы знаем, эти были язычники, и безбожники, и многобожники, у них нету там харам, халал, запрет и так далее. Они вот таким нечестием занимались, открыто, не стыдясь, и Аллах их наказал. И в Аллах, и по сей день Аллах наказывает, по сей день Аллах отправляет, где-то цунами, где-то наводнения, где-то ураганы, целые Америки, там штат, там ураганами смывает, там буквально вчера смотрю, Красное море, и, ну, животное Красное море, там больше тысячи разновидностей рыб, там и тоже огромное количество разновидностей, там, родорослей и кораллов, и каждый раз ты смотришь документальный фильм про природу, про происхождение, про животных, ни один раз не видел, чтобы они говорили, что это прекрасное создание Творца, что это Всевышний сотворил такое многое количество, там, разных творений, и что это все так четко сочетается, это природный, именно как Всевышний Аллах все это задумал, никто никогда комментариев так не говорит, всегда говорят, природа создала, миллиарды лет назад, эволюция, и давно это, дарвинская теория, опровергнута учеными уже в 21 веке, но они эту тему не оставляют, субханалв, все красивые видео документальные, которые ты посмотрел, чтобы узнать животных, там, узнать природу, там, и разные точки мира, обязательно безбожие туда засовывают, обязательно какая-то эволюция, никто не хочет говорить, что Всевышний Аллах создал и природу, и Вселенную, и те, кто внутри Земли, и дальше Земли, и джинов, и людей, и ангелов, они хотят сказать, что это сама природа создала, и Вселенная сама себе, какая-то бессмыслица, эволюция, как будто специально это делает, чтобы люди, которые смотрят документально, как будто это, опять за этим стоят научные люди, профессора, там, кто разбирается, как бы, в природе, и так далее, на самом деле, они, даже не скрыто, а открыто, как бы, все приписывают Вселенной, и природе, это куфр, что является куфром, очень хотелось бы, чтобы мусульмане сами снимали, такие же, про природу, и животные происхождения, красивые ролики, и чтобы там правильно объясняли, кто сотворил их, как Аллах их сотворил, и так далее, то есть, первый, когда люди будут напуганы, страхи, второй, это будет такой же, очень сильный, ров, который, все, после этого, начнет весь мир меняться, весь низам, в мире, то есть, низам полностью, вот как мы сказали, в правой стороне, солнце начнет подниматься, все, что, горы начнут равняться, и так далее, то есть, то, что мы видим, это мир начнет на глазах меняться, тот ров людей от страха, они замерли, сейчас иман Шахаду говорит, вообще бесполезно, теперь, когда они это, все ангел, когда ров дует, они же понимают, что, оказывается, это все правда, и сейчас все захотят принять ислам, и покаяться, но этот ров, они остановились, и никто ничего, Шахаду, слова не может говорить, вы знаете, также некоторые, умирает, и ему говорят, Шахаду скажи, он не может, потому что Аллах не дает ему, то, на чем ты жив, на том и умираешь обычно, верующие люди, даже некоторые, будучи в несознательном состоянии, ему сделали, там, обезболивающий, усыпили, он иногда Куран читает, потому что он в жизни читал Куран, и ты можешь в таком состоянии читать, и на этом умереть, очень, очень важно, на чем ты живешь, ради чего ты живешь, вот, ради чего ты живешь, на чем ты живешь, на том и умираешь, но если ты живешь праздно, отдыхаешь, выпиваешь, гуляешь, вот, где-то в этой состоянии ты умрешь, где-то ты перевыпил, подрался, кто тебя ножом ударил, где-то ты в пьяном виде за руль сел, аварию сделал, себя убил, других убил, то, чем ты занимаешься, это тебя и, скорее всего, убивает, Особенно те, кто живут праздной жизнью. Много людей, сейчас на Кавказе и в Азии очень много наркоманов среди мусульман, даже среди намаз читающих мусульман, те, кто на таблетках, на лирике и так далее, сейчас разные, соль, по-моему, какую-то вещь тоже появилась. Эти наркомании потихоньку добавляют дозу, добавляют дозу им, потому что все мало-мало, в какой-то момент многие из них к 40 годам, 45 годам от передозрока умирают. До этого срока тоже у них никчемная жизнь. Они тоже, мы говорим, как тряпки себе живут, они думают о следующей дозе, им не до жены, не до детей, родители обманывают, не слушаются, родители плачут, они несчастные, некоторые на них сами дуа делают, потому что они позорят их, и они портят свои и дуния, и ахара. И в этом мире они несчастны, и на том свете тоже ничего хорошего их не ждет, потому что они живут ради страстей, живут ради своего удовольствия, на близких наплевать, на свою вечную жизнь наплевать. В конце концов, умирая от передозрока, ты так перед Аллахом будешь воскрешен в этом грехе, в этом состоянии, в Али-Азу-Биллях. Братья, в Аллахе судный день истинна, в Аллахе смерть истинна, все умирают, никто от этого не спасается. Клянусь Аллахом, вы будете за это спрошены, пока вы живые, пока не настал судный день. А алламаты судного дня, большинство, вот именно малые алламаты мы уже увидели, эти же бедуни, пастухи уже строят дома, больше 100 этажей и соревнуются между собой. То, что дети перестали родителей слушаться, уважение проявлять, но распространение зина, распространение спиртного, распространение музыки, то, что пророк нас предупреждал, везде эти клипы, куда бы ни пошел, в клинике, в больнице, в торговом центре, везде музыка. Разврат зина, пролюбодеяние стало настолько доступным, что целые приложения, люди друг друга спокойно находят, спокойно эта зина стала очень легко и распространяется очень быстро. И изменится между супругами. Наркота и наркотики распространилась для неузнаваемости, тоже стало очень доступно. И миллионы пассажиров на наркотики, это просто ужасная статистика. То есть это только в России, как я знаю, 8 миллионов наркоманов тогда говорили, это уже сейчас, наверное, намного это больше. Это опять, это официальная статистика, большинство же скрывают, кто тебе даст знать, что он занимается наркотиками. Поэтому у нас катастрофическая проблема. В России эта проблема, в большей части, что эти люди не верят Аллаху, у них пустота. У них в душах пустота, и они, уходя в наркотическое опьянение, они уходят от реальности. Те мусульмане, которые не знают свою религию, не соблюдают свою религию, нету связи с Аллахом, не поминают Аллаха, у них тоже образуется пустота. И они ищут обезболивающих. Аллах сказал в Коране, Тот, кто отворачивается от поминания меня, я ему сделаю тяжелую жизнь. У него тяжелая жизнь будет, он будет жаловаться постоянно, у него будет на душе тягость, у него будет на душе пустота. И Аллах в Коране потом говорит, Он скажет, о, Аллах, почему ты мне слепым воскрешу? Я же был зрячий. Аллах скажет, ты был слеп моим аятом, я тебя призывал, ты не слышал, не видел, поэтому ты сейчас будешь незрячим. Это как незрячим, униженном положении. Так вокруг сегодня страшное положение, ты еще ничего не видишь. Представь, это еще увеличивает твой страх и панику. Пока вы живые, пока Аллах вас призывает, чтобы вы оставили греховное, вернулись к нему, жили праведной жизнью, покайтесь и возвращайтесь. Оставьте эти наркотики, оставьте чужих девушек в покое. Не надо обманывать девушек, затаскивать постель. У тебя есть сестра, у тебя есть дочь, у тебя есть тоже близкие, которые ты бы не хотел бы им этого. Это все как долго возвращается, бойтесь Аллаха. Не оставляйте намаз, в Аллахе вы оставляйте намаз, оставляйте Аскар и поминание Аллаха, и у вас в душе появляется пустота и страх, и тревога. И вы потом наркотиками, спиртными, вы постоянно питаете себя, отвлечу. Вы от себя никуда не убежите. Смотрите в зеркало и спрашиваете себя, для чего я живу, какая у меня цель. Иду ли я к этой цели. Если Аллах нас создал для поклонения Ему, поклоняешься ли ты Ему должным образом? Спрашивай себя, работай над собой. Судный день близок, она очень близка. Да, это 2000 лет только от Рождества Христова считают. На самом деле, ангел, мы говорили, что поднимается к небу, к Аллаху, 50 тысяч лет, теми годами, которые мы считаем. 50 тысяч лет только к Аллаху, ангел поднимается. Поэтому отношение, просто ангел один раз поднялся к Всевышнему, с каким-то повелением, 50 тысяч лет прошло. А для нас это 2000 лет кажется очень много. Всевышний Аллах это ничего, это время для нас относительно. Земля крутится вокруг Солнца и вот этот подсчет 360 дней. Это для нас создано. В Марсе это по-другому, чуть выше совсем по-другому, а в другой галактике совсем по-другому. Это для нас Аллах сотворил это. На самом деле, это для Всевышнего может быть мгновение. Пока мы там 50 лет, 60, 70 лет прожили, это моментально проходит сейчас. Как и у мухи в жизни бывает несколько дней, недели-две. У нее это целая жизнь. Она вот цикл, она еще успевает размножаться, успевает там, тут полетать и умирает. Для нее это большая жизнь. А наша жизнь 60-70 лет, относительно тысячи лет, тоже очень маленькая. Относительно 50 тысяч лет, это ни о чем. Все это время быстро пролетает. Вот мне 42 года, ты мне спроси, как я эту жизнь прожил. Я тебе просто на пальцах за 5 минут все объясню. Вот так она пролетает. Сколько осталось, то же в Аллах аля. Может быть, я сегодня засну и не проснусь. Я, может быть, до дома не дойду. В Аллах аля. Каждый из вас знает, что смерть приходит внезапно. Каждый из вас знает, что от смерти убежать невозможно. Все будем в могиле. Теперь есть верующие, которые готовятся к этой смерти в судном уйдю. Есть те или нечестивцы, грешники, которые не готовятся. Есть каферы, которые не верят. И те, и те попадут в могилу. Все умрут. Теперь вероятность, допустим, что есть могильные муки, и судный день, и всевышний, и что его нет. Допустим, 50 на 50. Допустим, гипотетически. Есть 50% вероятность, что, допустим, на улице будет дождь. 50% что не будет дождь. Если я выйду с зонтом, я умный человек? Я продуманный человек? Я вышел, и дождь пошел. Я открыл зонтик, а тот, который без зонтика пошел, промок полностью. А я с зонтом сухим пошел на работу, и сухим вернулся с работы. Умер. Оказалось, ангел смерти есть. И судный день есть, и всевышний есть, и спрос есть. Теперь сейчас что ты поменяешь? Ты же не взял с собой зонтик? Ты же не подготовился к этой смерти? Ты же для Ахра ничего не сделал? Да, ну ты сейчас ничего не найдешь, кроме мучений. А если дождь не пошел, а я с собой зонтик взял, что я потерял? Ничего не потерял. Не пошел дождь, я его не открыл. Если в вашем версии окажется, что нету, допустим, гипотетически, я, конечно, 1% не сомневаюсь, что здесь. Мы ничего не потеряли. Допустим, после смерти сон, мы заснули, и вы заснули. И дальше небытие, ноль, пустота. Мы ничего не потеряли. Мы жили такой же жизнью. Мы также работали, женились, дети появлялись у нас. Мы также какие-то халяльным путем наслаждались, радовались, когда мы встречали любимых людей, общение с близкими людьми. У нас тоже была близость со своими халяльными женами. Мы тоже, если не спиртное не пили, но зато мы пили квас, и лимонад, и чай, и шербет, и разные вкусные вещи. Аль-Хамдулля, Аллах, когда что-то запретил нам вредное, многое халяль сделал из дозволенного. И самое главное, самое главное, то, что Аллах дарует человеку при жизни, верующему человеку, это то спокойствие души, которое мы приобретаем, именно поклоняясь Аллаху и поминая Аллах. И это вещь, которую ни один богатый человек, миллиардер, в Аллахе не может за 10 миллиардов, 100 миллиардов купить. Это спокойствие души ни за какие деньги не покупается. Это одна из самых-самых больших нигматов в этой дуне. Ты можешь быть один, ты можешь быть в пустыне, в тюрьме, с женой, без жены, с детьми, успешней, неуспешней, но если у тебя в душе есть покой и связь с Аллахом, ты счастливый человек. Просто без повода у тебя улыбка на лице появляется. Ты сидишь, и тебе спокойно на душе. Это спокойствие даже заразительное будет вокруг тебя, кто сидит, им тоже это спокойствие заражается. А есть человек, который беспокойный, который паника, у него страх, особенно у западных людей, бывает и русских, у него фобия, он этого боится, того боится, старости боится, смерти боится, какой-то болезни, какой-то эпидемии, постоянно страхи. Аллаха не боятся, боятся все, что угодно. Кто-то змей, кто-то пауков, кто-то там... Все, что угодно, мы боимся только Всевышнего Творца, который тебя сотворил, и всемогущий. Ты не боишься, ты не признаешь его аят и его знамения. Ну, это для пари до времени. Судный день все поймут, что то, что они упустили, это невозможно вернуть. Они никто не сможет вернуться, те же, которые умерли, скажут, «О, Господь мой, верни меня, быть может, я буду делать правильные дела и садапа». Аллах скажет, «Калля». Ну, нет. То есть тебе никого не вернут оттуда. Поэтому, идя на улицу, где есть вероятность дождя, а он есть стопроцентно, бери с собой дождь, зонтик. Если ты идешь в пустыню, бери с собой рюкзак, где тебе с собой будет провизия, которая поможет тебе пересечь эту пустыню. Если ты пустой туда пойдешь, ты погибнешь. Пустой, кто без провизии Ахиру пошел, он там на весах ничего хорошего не найдет, кроме своих грехов. Будьте благоразумными. Пока вы живые, пока вы можете исправить, исправьте. Все сестры, кто меня слушает, у меня этот урок примерно в среднем 10 тысяч человек слушают. Те, кто из них без хиджаба, некоторые такие тоже сможет. Оденьте хиджаб. Пока вы живые, пока вы можете исправить, не выходите из дома без хиджаба. Каждый день, выходя из дома без хиджаба, вас проклиняют ангелы. Аллах на вас гневается, потому что Аллах приказал вам закрывать свои красоты. Вы ослушаетесь Аллаха, игнорируете ее приказ и нагло уходите без хиджаба. Даже твоя мама сказала бы, выходя из дома, один плащ тоже идет. И ты не послушала маму, оставила плащ и вышла, и промокла. Мама на тебе гневалась бы. И ты бы заболела, и мама была бы в гневе. Также ты ослушаешься Аллаха, и тебе плохо, и Аллах на тебя гневается. Слушаешься то, что Аллах тебе говорит в Аллах, и ты почувствуешь такой покой в душе, и такую радость, которую ты до этого никогда не чувствовал. Одевайте хиджаб. Делайте то, что Аллах вам приказывает. Это и есть ваша истинная вера. Теперь второй, это когда мы сказали, второе дуновение в рог от ангела Исрафила, все умрут, все погибнут, никто живых не останется. Тут самые худшие люди в мире, а на них будет судный день. То есть до этого момента все праведные люди, все соблюдающие люди, они все умрут. Останутся самые грешные, самые нехорошие люди, и на них будет судный день, когда второй рог дунут, их ангел умертврит полностью. И третье дуновение в рог от ангела Исрафила, это будет когда людей с могил уже заново будут воскрешать. И все станут перед Господом, Господом мировым. Теперь, мы верим, что мы будем воскрешены и престанем перед своим Господом. Ванна Аллаха, я бы сказал, что Аллах всех из могил вытащит, даже тот, кто расстрел, из него ничего не осталось, сгорел, утонул, был похоронен, был не похоронен, все, престанем перед Аллахом. Аллаху очень легко воссоздать это тело. Раньше даже, когда, наверное, было, аяты не спосылались на то, что ангел будет записывать ваше деяние, и тогда у них даже нормальной бумаги не было работы, и они писали на шкуре, на пальмовой ветке, на лопатке, из кости животного. Бумаги нормально не было. Если бы это все записывалось даже на этих шкурах и даже на тех толстых бумагах, представьте, чтобы всю жизнь, которую человек делал, деяние записать, сколько этой бумаги, какие тома там были. Это голове нам, людям казалось, и тем людям, насколько это невероятная вещь, чудо. А в наше время маленькие флешки, это все информация в электронном виде, вот та же маленькая флешка, можно разместить текстовый вариант в сотни тысяч томов. Абсолютно без проблем. Сейчас стало, насколько это все вероятно и даже вполне возможно. Когда мы говорим, как ангел о всевышнем виде нас везде, сейчас мы ставим камеры, также сидя вот здесь можем наблюдать за человеком, который сидит в камере или там в школе или дома и так далее. Раньше, когда пророк, полетел в Мирадж, в Палестину, поднялся к всевышнему в Мирадж, мужики, говорили, как это можно ночью полететь и обратно прилететь, а там расстояние минимум месяц пути. Обратно тоже месяц, два месяца ты должен, пока Мирадж, пока Мирадж увидишь. А сейчас сел на самолет, два часа ты уже в Палестине, еще два часа, два с половиной часа полета ты обратно дома и к утру уже ты полетел, прилетел, свое дело сделал. Сейчас все стало очевидным. В то время казалось, это вообще невероятными вещами. Многие вещи, я помню, лет 10, нет, даже больше, 2000, начало 2000-х, нам говорили, что есть в Японии такой телефон, который можно видеокамерой друг друга видеть. И это казалось невероятными вещами. Сейчас для нас это уже повседневная реальность, к которой мы уже давно привыкли. Вот так все меняется. И то, что Всевышний Аллах это записать, восхисеть, ничего не стоит. Тот, кто создал из ничего человека, из глины, тот тому же из этого же копчика, который сохраняется от человека, воссоздать тоже ничего не стоит. Просто он скажет, будь, и оно бывает. Мы станем перед Аллахом, как пришло в хадисе, голыми, босыми и даже без обрезания. То есть, как нас мать родила, без изменений на теле, без ничего. Как мама родила, мы также голыми воскреснем сегодняшний день будем воскрешены. Даже Аиша будет спрашивать посланник Аллаха в этом хадисе. Не хадис идет, а как бы текст, повествование, что в хадисе. Без деталей. Аиша спрашивал посланника Аллаха саляму, я, как мы будем голы, мы же мужчины, женщины, будем стыдиться друг друга, наверное. Это я имел в виду. Он говорит, Аиша, в этот день такой страх будет, такое положение будет, что люди друг друга просто упор не будут замечать. Им не до другого, до его аврата им вообще наплевать. Он такой страх. Представьте, вот сейчас кто-то в здании и там землетрясение семи-восьминбарное. Она качает здание, вот примерно женщины вышли из ванны, из спальни, не одеты. Ты думаешь, в этот момент, когда тебя качают, и ты думаешь, как бы выжить, будешь смотреть, рассматривать женщин? Конечно, нет. А сегодня намного страшнее. Сегодня Аллаха писал, что мать, которая кормила своего ребенка, про него забудет. Ребенок от страха у него голова посидеет. Он даже не взрослел, он уже посидеет голова. Мама как может ребенка забыть? Мама за ребенка может жизнь отдать, она может такую панику хайвай поднять, если ребенка потеряет. Она вообще забудет про него? Настолько страшно будет. Где ты там людей увидишь? Кто будет на их тела смотреть голой? И всевышний Аллах приблизит к ним солнце. И они будут в поту по степени их дел. То есть у кого много грешников будут по самому роту в поту. У кого меньше грехов меньше и так далее. И так далее. И первый тот, кто будет восхешен и от него от земли отойдет, чтобы он воскрес, это будет наш пророк Мухаммад саллаху алейхи вассаллам. И в этот великий день все люди выйдут из своих могил как будто они саранча. Очень много будет везде. Они все будут идти к своему Господу и будет полная тишина. Люди от страха просто шевелиться будут бояться. И тогда будут подняты скрижали, где записаны их дела плохие и дурные. То есть то, что было скрыто, все это откроется. То, что люди скрывали своих дурных дел, Аллах их опозорит прямо публично пред всеми. И Всевышний Аллах будет разговаривать со своими рабами в сегодня день. И между этими людьми и своим Господом не будет переводчика. То есть они люди все будут понимать. Людей будут звать именами их и именами их отца. Например, как мы говорим, меня зовут Исраил, сын Саида Ахмеда. То есть каждого человека как зовут, его отца как зовут, Мухаммад, сын Ахмада. Вот так будет Аллах призывать. Также мы мусульмане сунниты верим, что будут поставлены высы, которые завешивают деяния, которым есть две чаши. То есть чашам, которые будут ставиться благие дела, и чашам, которые будут ставить дурные дела. Это тоже пришло в Коране. «Ва-ю-ми-ну-на-би-ма-я-ку-ну-ми-на-шри-да-в-и-ни-ва-хи-я-су-ха-и-ф-и-ля-ам-аль». Также мы видим, что наши благие деяния, наши дововины, то есть скрижали будут открыты, и из них эти твои благие деяния скрижали кто-то возьмет с правой стороны, это означает, что он спасется, или кто-то возьмет с левой стороны, или со стороны спины, это означает, что «А-хаду-ми-на-с-сайфу-а-да-ку-ми-на-ш-а-раты». Также мы верим, что будет мост между адом, чтобы ты дошел в рай, ты должен через этот мост пройти, и она острее, чем лезвие меча, и также тоньше, чем волос, как пришло в хадисе, «Мансубан-а-дамат-ни-джаханнам», то есть она будет над адским огнем. То есть ее сможет пройти богочестивые и соблюдающие мусульмане, те, кто не соблюдал намаз, не соблюдал пост, не соблюдал хиджаб, кто пренебрегал запретами Аллаха, кто пренебрегал приказами Аллаха, они упадут прямо с моста в адский огонь. Валяйзу билляху, бусыла нас убережет оттого. и рай и ад сейчас они созданы, уже они существуют. В данный момент есть рай и да есть ад. Просто не настало время людей спрашивать и туда их закидывать. Уже они существуют. Они никогда ни рай ни ад не закончатся. Они на всю жизнь, то есть навсегда. Кто зашел в рай он останется там навсегда. И кафиры и мунафиры которые росли в ад они останутся навсегда. И рай это место где люди будут наслаждаться и получать удовольствие постоянное. который подготовил Аллах для верующих людей соблюдающих и верующих людей аль-муахидина единобожников аль-муттақина богобоязанных аль-мужахидина также мужахидов которые сажались на пути Аллаха и отдали свои души аль-саллихин аль-абрар также праведных благочестивых людей. То есть эти все люди будут в райских садах. Аль-нар адский огонь это место обитания тех людей которые преступников и кафир неверующих аль-мушрекина также из многобожников и также иудеевых христиан которые не уверовали последнего посланника после того как он пришел также безбожники атеисты также идолопоклонники то есть те кто поклоняется идолам также грешники и те кто осушались Аллаха они тоже будут гореть в аду мы также верим что грешники из единобожников они не будут вечно в аду гореть их будут наказывать в азском огне по степени их грехов то есть если их мало мало будут наказывать если грехов много их будет больше наказ после наказания которые они заслужили они будут наказаны они после этого попадут в рай иншаллах то есть Аллах их переведет в рай это те которые вошли в адский огонь за свои грехи но не были мушриками то есть они были единобожниками потому что мушрики многобожники они будут вечно гореть в аду и никогда они оттуда не выйдут пусть Аллах убережет нас от этого многобожья от грехов который нас вернет в адский огонь дальше также мы верим что умма Мухаммада наша община будет первая которая будет спрашивать судный день он будет сразу в рай также мы верим то что пророку будет дан источник до майдана до судного дня в начале первые туда пойдут после того как люди будут воскрешены первые люди пойдут туда на источник пророка на источник на источник на источник ее вода будет белее чем молоко и сварше чем мед и запах будет красивее лучше чем запах миска то есть миска это называется мускус называется запах мускуса миска и там будут чаши из которых будут люди пить это будет больше чем звезд на небе этих чаш будет больше чем звезд на небе представьте ее ширина и длина будет как постоянный месяц пути тот кто выпьет из этого источника источника посланника Аллаха он никогда не почувствует жажды также те кто будут туда идти после как их воскресят часть из этих людей ангелы не будут допускать до источника они хотят пить они в страхе и хотят пойти в источнику но ангелы не будут часть из Уммата Мухаммада пускать к этому источнику потому что они изменили религию Аллаха они не шли тем путем который шел посланник Аллаха как пришел в достоверном хадисе говорит мой источник расстояние то есть ее размер будет постоянной пути месяца ее вода будет белее чем молоко ее запах будет как миска ее сосуды будут как звезды на небе тот кто оттуда выпьет никогда не почувствует жажды то есть это с его словами шейх привел доказательства прямо с хадисы закончил хадисом эту тему и последний хадис тоже эту же тему описывает только чуть шире то есть я вас буду ждать у этого источника тот кто рядом пройдет он и оттуда выпьет тот кто выпьет никогда больше не будет чувствовать жажду и ко мне будут приходить люди которые я знаю и они меня знают но между мной и ими будут охранники ангелы их не допустят в другом реваяте передается я буду говорить что они из меня то есть из моей умы из моей общины и ему скажут ангелы что ты не знаешь что они творили после тебя я скажу говорить что пусть подальше от меня идут те которые меняли после меня то есть которые оставили путь пророка оставили те которые говорят мы идем по пути ахмад хажи мы идем по пути как это кунта хажи или и другие нахшбанды или там кадры вы оставили сунну послан к идете разными путями разных шейхов которые внесли изменения в ислам внесли изменения сунны вы знаете что в судный день вы пойдете к ахмад хажи мусульмане верующие которые следовали сунне пойдут к послан там из источников пророка салла васля следуйте у нас есть один путь это сунна посланник аллаха салла у нас есть только одна книга это книга аллах субхан у нас есть только одна религия ислам тот кто соблюдает ислам соответствует куран и сунни не оставляя разные ответвления разных непонятных шейхов непонятно куда человек который призывает то есть если они призывают тому что что нет в Куране сунни, то, что не соответствует в Куране сунни, эти люди заблудшие, которые заблуджают других. И в конце концов вы не получите источник, не выпьете из источника послания к Аллаху не получите пророка словом шафа'а, заступничество, потому что вы исказили его религию, вы исказили сунну послания к Аллаху или оставили сунну и начали делать бидрак, который пророк при жизни предупреждал, что чтобы вы остерегались новшеств, и что каждое новшество в религии, это бидрак, и каждая беда это заблуждение, и каждое заблуждение будет в аду. Они не будут там, где источник, там, где есть спасение, там, где есть рай. Пусть Аллах сделает нас из числа тех, кто следует в Куране сунни, из числа мулахидов, единобожников, которые в сунни день войдем, иншаллах, спасемся и войдем в рай, и чтобы Аллах нас уберег от мучения могилы и адского огня. Амин. Субтитры создавал DimaTorzok